Сура 64. День раскрытия самообмана. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Восславляют Аллаха те творения, что в небесах и те, что на земле. Ему принадлежит полная власть над всем, и Ему надлежит и восходит вся хвала, и Он над всякой вещью мощен, Он всемогущий. Он Аллах тот, который создал вас, о люди, из небытия. Среди вас есть и неверующий, одни из вас неверующие. И среди вас есть и верующий, а другие из вас верующие. И Аллах видит то, что вы делаете, и вас даст за это. Сотворил Он небеса и землю, и всё, что в них, поистине, в совершенном виде по своей мудрости, с определённой целью, придал вам, о люди, человеческий облик и сделал ваши облики прекрасными, сделал человека красивее, чем многие другие создания. И к нему предстоит возвращение в судный день. Он знает всё то, что в небесах и на земле, и знает, что вы, о люди, скрываете в своих душах, и что обнаруживаете то, что совершаете открыто. И Аллах знает про то, что в грудях, душах его творений. Разве не дошли до вас, о многобожнике, вести, истории о тех, которые стали неверующими ещё прежде, из предыдущих общин, и вкусили пагубность своих дел уже в этом мире? И для них уготовано мучительное наказание в вечной жизни. Это то, что постигло их и ещё постигнет, за то, что к ним приходили их посланники с ясными знамениями, а они говорили, «Неужели люди поведут нас по истинному пути?» И стали они неверующими в Аллаха и отвернулись от истины. А Аллах не нуждается в том, чтобы они уверовали. Ведь Аллах богат и достохвален. Утверждают те, которые стали неверующими, что они никогда не будут воскрешены. Скажи ему, пророк, наоборот, «Клянусь Господом моим, вы однозначно будете воскрешены. Потом вам непременно будет сообщено то, что вы совершили в земной жизни. И это для Аллаха легко. Уверуйте же, о люди, в Аллаха и Его посланника, и в свет, который мы не спослали, в Коран. Возьмите себе его за руководство. И ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете, и полностью воздаст вам за ваше деяние в день суда. Помните тот день, когда Он соберёт вас всех для дня всеобщего сбора, день суда. Это день раскрытия самообмана. В этот день неверующие обнаружат, насколько они обманулись. И если кто уверует в Аллаха и будет совершать праведное, он очистит его от его плохих деяний и введёт в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них, в райских садах вечно, оставаясь там навсегда. Это великий успех. А те, которые стали неверующими и отвергли наши знамения, такие станут обитателями огня, вечно пребывающие в нём, в аду. И как ужасно это, ад, как место возвращения. Какое бы несчастье ни случилось, оно происходит не иначе, как только с дозволения Аллаха, по его воле, его предопределению и его решению. А кто уверует в Аллаха, сердце того он сам направит к довольству его решениям и смирению этим положением. А ведь Аллах о всякой вещи, обо всём знает. И повинуйтесь, о люди, Аллаху во всём том, что он повелевает и запрещает, и повинуйтесь посланнику в том, что он доводит до вас от своего Господа. А если отвернётесь от повиновения Аллаху и его посланнику, то знайте, что на нашем посланнике лежит обязанностью только разъясняющее доведение. Аллах! Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. И только на Аллаха пусть полагаются, уповают верующие во всех своих делах. О вы, которые уверовали! Поистине, среди ваших жён и ваших детей есть враги вам, которые отклоняют вас от усердия на пути Аллаха и мешают вам повиноваться Ему. Берегитесь же их! А если вы будете снисходительны и проявите великодушие и простите, то ведь поистине Аллах прощающий и милосердный. Ваше имущество и дети – только искушение, испытание для вас. А у Аллаха же есть великая награда для тех, кто предпочёл повиновение Ему и исполнял право Аллаха в своём имуществе. Остерегайтесь же наказания Аллаха, насколько можете. Выполняйте то, что Он повелел, и прекратите совершать то, что Он запретил. И слушайте и повинуйтесь тому, что повелел Аллах и затем Его посланник. И расходуйте из того, чем наделил вас Аллах, на нуждающихся, и это будет благом для вас. А кто будет защищён от скупости своей души, то такие будут обретшими успех в этом мире и в вечной жизни. Если вы одолжите Аллаху хороший заём, будете расходовать на Его пути, тогда Он приумножит Его заём для вас и простит вам ваши грехи. И Аллах, благодарный, прекрасно воздаст тем, которые расходовали ради Аллаха, сдержанный, не торопится наказать тех, кто ослушается Его. Знающий сокровенное и явное, величественный, мудрый.